привет всем кто заглянул на мой канал очень быстро пролетела неделя недавно был понедельник уже и пятница сегодня в своем видео хочу показать очень простые блюда какие я готовила на этой неделе а также хочу показать вот такую покупку небольшую у нас был термос старенький но такой надежненький но муж ездил на рыбалку и там его потерял поэтому купили вот такой термос а плюс магазине бонус здесь у нас идет сколько 650 миллилитров такой вот он красивенький тут еще была такая вот как называется боже не резиночка такая ленточка да за которую можно держать этот термос но я его сняла ее сняла вернее так вот такая крышка таким вот дозатором да и вот такой колпачок чашка вот так посмотрим уже один раз муж брал с собой на работу неплохо держит горячий был чай но муж сказал что не такой как в том термосе тот термос у нас был еще и с таким чехлом или сумкой тоже было очень удобно здесь нету этого чехла конечно плохо потому что этот термос так ударяется и может поцарапаться но это такое дело боже не помню даже сколько он стоит не спросила у мужа это он покупал значит нержавеющая сталь внутри и на поверхности высококачественный вакуумный термос вот так что будем пользоваться потому что и я на работу иногда беру чай вот и сына берет в походы или куда там они идут какие-то там на какие экскурсии в общем термос всегда нужен у нас есть два огромных термоса еще китайских кто помнит такие знаете двухлитровые ну они такие некомпактные не удобные хотя очень хорошо держать тепло просто кипяток да вот как налил кипяток так кипяток и держится вот еще из таких хозяйственных покупок это вот такая рукавичка или варежка для наших котов но это в основном для мышка потому что он у нас такие волохаты и очень лезет в давно хотела купить эту варежку муж заказал на алиэкспресс и вот она пришла уже пришла правда давненько но я все забывала вам показывать но мы заказали на правую руку левой держишь правой чистишь попробовали да неплохо потому что были у нас разные и расчески и там и чесалки или как там они называются он злится не не вырывается не хочет чтобы мы это ну делали эту процедуру расчесывание вычесывание прямо до до скандалов ну а тут вроде бы неплохо я так ему сделала один раз и он так терпел ну может быть еще не разобрался что это такое вот шерсть была и но немного потому что у него как-то уже этот волосопад немножко прошел вот ну пусть будет такая вещь очень удобная действительно очень удобно работать такой перчаткой перчаточкой вот поэтому рекомендую их сейчас очень много появилось и в разных магазинах и на раскладках где их только нету и в интернете продают и но мы заказали на алиэкспресс сегодня делаю заливной пирог с капустой по рецепту капуста берется сырая с улица отжимается туда добавляется сливочное масло но я немножко изменила рецепт и чуть-чуть поджарила капусту с луком и с морковкой ну буквально притушила добавила соль перец и немножко мускатного ореха и петрушку так как капуста у меня тушилась значит я ее немножко остудила чтобы она не была горячая ну так еле еле теплая в идеале наверное чтобы она уже вообще от остыла ну я сейчас немножко ожидаю пока она остынет тем временем сделала тесто здесь у меня а кефир ну знаете как говорят что было в холодильнике чуть-чуть кефира чуть-чуть сыровать и был там йогурт у меня такой ну натуральный йогурт чуть-чуть в общем все кисломолочная сделала значит не на разрыхлителе а на соде значит в этом в этой кисломолочной смеси ага сметана еще чуть-чуть было там по пару ложек сметаны значит погасила соду в этой кисломолочной смеси три яйца чуть-чуть буквально ну как чуть-чуть где-то две неполные столовые ложки майонеза и мука и тесто такое вы знаете густое чтобы она ну залила этот пирог ну в рецепта говорят что чтобы как на оладьи ну на оладьи я наверное делаю чуть-чуть гуще может также рецептов очень много но я в так смотрела и вот делала все это по рецепту ольги матвей но еще раз повторяю у нее там капуста сырая но я как-то не очень люблю делать пироги с сырой капустой поэтому всегда ее притушиваю так сейчас залью пирог и духовка у меня уже нагревается залью это все и потом вам покажу результат и вот такой пирог заливной с капустой у меня получился пока готовила пока еще занималась домашними делами то уже мои мужчины немножко его так хорошо но не немножко хорошо так его подъели поэтому деле успела вам снять какой результат по и получился очень такой мягкий пирог вкусный и всем вам рекомендую приятного аппетита сегодня у меня дыруны я вам часто их показываю готовлю мы любим дырунам я подам сметану все мне есть супчик куриный только сварила гречневый дыруны я делаю всегда без муки муку я не добавляю только картошка лук яйцо и специи могу еще добавить чуть-чуть молока чтобы картошка не потемнела вот и все муку уже давно не добавляю раньше добавляла они были какие-то такие знаете вязкие не хрустящие а сейчас без муки они довольно таки ну как получается как жареная картошка да вот такая с хрустящей корочкой может это звучит немножко странно дыруны это картошка но это действительно так кто добавляет муку вот попробуйте не добавлять вообще муки и делаю зажаристые тут несколько потому что у меня сын любит что были прямо такие знаете хрустящие хрустящие вот так что приятного аппетита всем кто кушает сегодня я ленивая хозяйка сварила самые обыкновенные пельмени и блинчики покупаю в ермолинских полупабрикатах с творогом чуть-чуть сметаны масло сливочное посыпала сахарком и сейчас отправлю в духовку такая неделя тяжелая рабочая неделя я в основном на первые смены поэтому стою очень рано и прихожу какая-то уставшая разбитая хочется отдохнуть поэтому ну это такой у меня один день знаете расслабона у меня еще супчик был вот поэтому сегодня у меня вот так и и сегодня у нас что у нас сегодня четверг 14 ноября вечер уже нам наконец-то дали отопление и смотрите теперь вот такую картину мы будем наблюдать с вами до конца отопительного сезона если опять нам не выключат это отопление потому что его так знаете могут включить и выключить вот так что только только буквально батареи чуть-чуть нагрелись мышка сразу на свою любимую печку залез это его любимая батарея я там еще полотенце сушу но он ложится на них потом приходится перестирывать но ничего главное что ему тепленько махайлык как дела тепло наконец-то до тепло до кто первый раз зашел на мой канал или может быть не знает этого наш кот мышка ему 10 лет и он полу слепой у него 30 процентов зрения поэтому у него такие вот белые странные глазки вот так что ну лишь и лежи на своей лежанке тепленькой все только я вам недавно пожаловалась рассказала да показала те разрытые ямы и тут знаете как будто меня услышали включили отопление но там оказывается были совсем другие проблемы так снимаю вам что-то интересненькое дальше пожарила мужу картошку и внутри он любит чтобы я вбила одно яйцо вот такое получается блюдо просто и очень вкусно часто на завтрак делаю макароны с кисломолочным сыром с творогом и с сахаром это привет из нашего детства кто помнит детских садиках очень часто давали на завтрак такое блюдо кто-то любит кто-то не очень меня любит муж такие вот блюда с макаронами да и я тоже такое люблю с чаем с кофе очень даже вкусно можно добавить сюда даже изюм но это уже будет знаете такое такое пиршество а так по простому по диетическому можно сказать по детскому макароны с сыром или творогом еще один привет из детства цель зерочка или звездочка но сейчас правда она не такая как раньше но тоже вкусненькая как-то раньше мне кажется было вот эта серединка с джемом поменьше и как-то сам сам рисунок звездочки не такой но понятно что он уже так не будет как раньше но не будем жаловаться это тоже вкусно муж ходил за молоком в понедельник среда пятница привозят фермеры молоко поэтому мы покупаем три литра литр уже по 17 гривен был 15 потом 16 теперь 17 я вам показывала как-то в своих видео что мы покупаем это молоко кипятим она неплохое и если мы не едем село то вот такое молоко обязательно обязательно покупаем как-то она у нас расходуется три литра вроде кажется много но потом и каши я варю молочные и кофе и блинчики в общем все все хозяйство даже если останется то делаю творог так так что сейчас делаю кофе утренний кофе и разбегаемся по делам еще хочу показать вам сейчас варю борщ и вот замораживала помидоры шкурку снимала и вот в таком виде заморозила теперь они у меня размораживаются и я их потру в зажарочку мощь очень даже удобно вот в таком виде замораживать помидоры советую очень так сегодня у меня борщик варится и здесь я делаю тушу фасоль все элементарно лук морковка томатная паста фасоль отваренная и и на ночь намочила часть пошла в борщ частью сюда специи петрушка чесночок ну в общем все что вы любите и потом сварю рис и будет как подливка к рису вот такой у нас растительный белок и не нужно никакого мяса очень вкусно сытно можно даже так ее кушать я люблю холодном виде просто так ее вот и есть без ничего без никакого гарнира муж у меня любит с рисом еще я знаю некоторые с перловкой любят фасоль в общем это так знаете на вкус и цвет товарищей нет кто как любит тот так и есть подруга у меня тоже любит фасоль но только вот в таком виде так знающий делают фасоль с зеленью с орехами так называемая лобио ну а у нас все по простому очень простые блюда и доступные сегодня суббота мы заезжали в магазин сельпо и там акция на свиную лопатку восемьдесят девять девяносто хорошая цена и в принципе я так посмотрела хороший кусочек мне попался лопатки здесь три килограмма двести грамм я порезала кусочками и сегодня буду делать домашнюю тушенку ну вот мне так захотелось сделать вспомнила как мы делали еще в селе когда я жила вот когда у нас свинки были свои в общем так рецепт у меня на на литровую банку но я буду закрывать в пол литровые банки на дно банок лавровый листочек и перец горошком тут у меня чуть-чуть душистого чуть-чуть обычного перчика значит отмеряю я это все вот кусочки мяса в литровую банку сложила так ну не сильно плотненько но так вот хорошо чтобы банка была набита потом это мясо опять выкладываю из банки сейчас я сделаю это все покажу так опять это мясо в тарелочку мыску сюда на литровую банку мяса вот соли чайная ложка с горкой посыпаем можно чуть-чуть больше кто любит так посолонее и чуть-чуть перчиком посыпаю это все хорошо перемешать хорошо перемешала и складываю уже в пол литровые баночки кто делает в литровые банки опять же вот эту массу опять сюда складываем но уже листочек и перчик на дно или мы так делали у нас была одна мерная банка литровая а тут мы уже литровые готовые баночки чистенькие с листочками с горошком стояли ими мы это перекладываем чистые банки и вот мои тушенки подготовленные уже получается с трех килограммов мяса три трехлитровые банки но так как я делала пол литровых значит у меня получается 6 но я чуть-чуть мяса еще оставила перекручу хочу сделать суп с рикадельками ну посмотрю или котлетки то есть пол килограмма мяса я еще оставила иначе если у вас железные крышки вы отсюда убираете резинку накрываете крышкой если у вас банки закручивающиеся вот с такой крышкой можно просто вот так накрыть можно если у вас есть вот такие еще старые стеклянные крышки да вот так накрываем и ставим духовку но я так думаю что часа на два два с половиной а то и три посмотрю по готовности сначала ставлю на средний огонь у меня газовая духовка а потом когда уже увижу что мясо здесь можно сказать закипела ну то есть уже так она варится бульбашки окажут пришли потом делаю минимальный огонь и так она у меня тушится томится где-то до трех часов все потом вам покажу результат и и вот такие мои тушенки получились 5 баночек закрыла перевернула тушились они у меня два часа и сейчас я и хорошо еще укрою и так они здесь наверное до завтра и постоят вот так что будет у меня такое знаете как говорила моя мама похватное мясо открыла тушенку и в супчик бросила и в картошку и макароны и так можно кушать ну в общем очень выгодно удобно вкусно и экономно наверное все таки так из оставшегося мяса я приготовила котлетки и суп с фрикадельками так котлеты пюрешку сварила и суп с фрикадельками сын уже ел вот так на сегодня наверное все сейчас у нас сколько почти 5 часов вечера суббота я уже даже постирала ну и наверное пойду немножко подышу свежим воздухом пройдусь так по магазинам знаете не покупать и покупать ничего наверное не буду а как говорится посмотрю ну и вам всем наверное желаю хороших приятных выходных хороших покупок здоровья удачи и встретимся в следующем моем видео пока пока